привет ребята сегодня хочу продолжить свою рубрику ожидания реальность будем снова с вами пробовать что-то из моей коробочки я честно говоря не подхожу ни к чему ничего не трогаю ничего не пробую потому что так интереснее мне самой так интересно давайте начинать сейчас я закрытыми глазами буду это все пробовать пшикать на себя так сейчас я держу и буду стараться и складывать по порядку чтобы потом не искать что именно что так там у меня лежит бумага я и закрываю ну ну тут я сразу угадываю я сразу сто процентов знаю что это амуаж эпик потому что ну что-то общее с монумеруш здесь все-таки тем не менее есть так следующий так мы брызгаем его вот сюда а это мне кажется здесь что-то такое очень-очень зеленое что-то такое очень-очень такое непонятное сочное пахнущее всякими всевозможными травами так наверное пахнет брекон так так интересно ну неудачный поливизатор это не знаю и последний так сейчас вот эти которые не могу узнать скорее всего это монтали потому что они таким но с монтальными всегда очень сложно там всего так по намешано и я на самом деле не очень помню что я из них выбирала сейчас я пару сделаю глотков чая чтобы все немножечко разогрелась на моей холодной коже кожа у меня в принципе холодная поэтому сложно с этим да это скорее всего первый вариант это был эпик чем он отличается от мажда беккали я вам расскажу в отдельном видео но я ожидала его услышать не таким я ожидала услышать его более сладким и более более специевым скажем так хотя специи здесь достаточно здесь они они другие такие здесь более колки я ожидала чего-то такого более теплого более возможно амбру я сейчас не смотрю пирамиду потому что ну какой смысл мы потом обсудим отдельно обсудим я думаю каждый амуаж я уделю каждому из них там по пять минут времени потому что все таки это достойные парфюмы и многие покупают слепую покупают их так что то что делать ни в коем случае нельзя но мы поговорим об этом здесь брекен я вот сто процентов уверена просто ничего другого не может быть просто я из манталии вряд ли бы заказала что-нибудь такое зеленушное я брекен на самом деле себе никак особенно не представляла и взяла его попробовать ребенок пришел так одну минутку продолжаю наш разговор просто из манталии я ничего бы такого такого зеленого бы я не заказала потому что в принципе это ароматы не моего направления и взяла его попробовать только потому что мне стало очень интересно он нравится алисе карбанзе как бы у меня есть некая такая вот парфюмерная влюбленность в эту девушку и поэтому мне стало интересно знать о парфюме которые ей нравятся и я взяла его попробовать вот дальше куда я брызнул то вот остался масляный след скорее всего это манталь что-то кремовое сливочное но с удом возможно это daydreams потому что там что-то такое должно было быть что-то такое вкусненькое но удовое вот я такое в принципе люблю раньше по крайней любила у меня сейчас просто кардинально меняются вкусы прямо на ходу я даже не знаю что делать у меня такая серьезная ротация произошла сейчас одну секунду скажу Тимур пожалуйста потише я снимаю вот у меня сейчас такая серьезная ротация произошла в шкафу что ну там определенный процент парфюмов сменился и мне бы наверное даже еще больше хотелось бы сменить сейчас одну секундочку наверное это вот что-то вот такое манталевское интересный такой парфюм и даже не знаю и четвертый а четвертый вообще не представляю что это может быть то это тоже скорее всего анталь потому что она оставила жирное пятно на мне там ну вам не видно но оно прям таки сверкает и что-то здесь такое тоже такое древесно-удовое даже вообще не представляю не могу понять его им нужно хорошо набрызгаться и разносить его не понимаю давайте смотреть все-таки что же тут у меня было аккуратненько мы сейчас берем эти четыре пробирочки и давайте смотреть первый ай амуаж эпик вы видите где камера у меня короче говоря у меня новый телефон я вообще не понимаю куда показывать и куда самой смотреть ну короче поверьте мне на слово это амуаж эпик амуаж эпик да второй это амуаж брекен вот я думаю вам так или иначе видно примерно третий да это манталь дейсдрим я угадала а четвертый это оранж ут оранж ут я не помню пирамиду так интересно привет не помню пирамиду ну ну то что ут ну такой легкий такой нежный такой ну короче его надо поразнашивать он на меня не произвел вообще никакого впечатления такой совершенно проходной парфюм даже сказать вообще о нем нечем не интересный если дейдрим еще тут что-то есть что-то такое вкусненькое ну тоже конечно я ожидала чего-то наверное большего чего-то наверное более яркого от манталя ну конечно невозможно чтобы каждый парфюм прям таки выстреливал все я не буду затягивать это видео пришел мой ребенок может быть да вот он та-дам та-дам может быть я сейчас чуть-чуть дела поделаю и сниму вам еще одно видео у меня к вечеру начинается вдохновение я не могу я встаю рано я не могу с утра снимать никакие видео потому что ну потому что просто меня не существует на земле как бы ходит моя оболочка а мой разум он продолжает витать там в каких-то заоблачных далях я просто не могу а к вечеру вот я начинаю разговаривать мне становится что-то интересно сказать о чем-то поговорить а тут уже как бы народ собирается уже дети сейчас уже и муж придет с работы да а может быть я сегодня вам сниму видео ночью когда их спать уложу сейчас же все равно вам же хорошо сейчас меня видно все равно на улице темнее чем сейчас уже не будет наверное мы вот так как-то так с вами поступим потому что мне очень хочется с вами еще поговорить вот как ночь наступает наступает ночь вот все пойду нюхать то что у меня на пшикану на руках ну я же сейчас их выберу и отложу отдельно в другое место у нас с вами останется еще раз два три четыре раз два три четыре еще на два еще на три видео парфюмов вот так вот постараюсь побыстрее все это делать мне самой любопытно пока всех целую обнимаю до скорых встреч в следующем вот